Чем ближе выборы в Государственную Думу, тем чаще звучат вопросы о том, какие у Думы функции, почему важно иметь в ней нормальное представительство и как и где вообще голосовать. В этом эксплейнере мы постарались максимально просто на них ответить. Что нового на этих выборах? Несмотря на формальное название «Единый день голосования», который в этом году выпал на 3-е воскресенье сентября, по факту голосовать можно будет три дня – 17-го, 18-го и 19-го. Это второй раз, когда выборы продлятся в течение нескольких дней. Впервые многодневное голосование было опробовано во время принятия поправок Конституции, и длилось оно неделю. Тогда многие эксперты отнеслись к новому формату резко негативно. По их мнению, из этого появилось больше возможностей для фальсификации. Также в этот раз у семи регионов появились возможности проголосовать дистанционно. В этот список вошли Курская, Мурманская, Нижегородская, Ярославская и Ростовская области, Москва и Севастополь. За что мы голосуем? В Думу входит 450 депутатов. Выборы проходят каждые пять лет, соответственно, столько же длятся и полномочия созывов. На думских выборах действует смешанная избирательная система – по одномандатным округам и по партийным спискам. Из 450 депутатов половина – 225 – избираются по одномандатным округам. Это значит, что территория России делится на 225 избирательных округов, примерно равных по количеству избирателей, и от одного округа избирается один представитель. Соответственно, еще 225 депутатов избираются по партийным спискам. Здесь все мандаты делятся между партиями, прошедшими через 5-процентный барьер, пропорционально полученным ими голосам. А голоса, отданные за партии, не прошедшие 5-процентный барьер, делятся поровну между победившими партиями, соответственно. Кандидатом в депутаты Госдумы может быть выдвинут гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда. Баллотироваться не могут люди, которые имеют иностранное гражданство. Также из-за недавних поправок баллотироваться не могут люди, причастные к экстремистской деятельности. Причем причастность подразумевает и поддержку в социальных сетях. Так, например, Льва Шлозберга от партии Яблоко сняли с выборов именно из-за его якобы связи с Фондом борьбы с коррупцией Навального. Из-за смешанной системы голосующие, то есть все мы, в избирательных участках получим по два бюллетеня. По одномандатному избирательному округу и по федеральному избирательному округу. В бюллетене по одномандатному избирательному округу у нас будет список кандидатов от различных партий или самоводвиженцев, за которых нам придется проголосовать. Список будет выстроен по алфавитному порядку. В бюллетене по федеральному избирательному округу будет список из 14 партий. Из них нужно будет выбрать одного. А в бюллетене по федеральному округу у нас будет список из 14 партий. Логика та же. Выбрать одну из партий. Кстати, давайте вспомним, чем вообще занимается Дума и какую функцию она выполняет. Федеральное собрание России делится на две палаты Нижнюю, это и есть Госдума, и Верхнюю, Совет Федерации Госдума осуществляет законотворческую деятельность Депутаты вносят и рассматривают законопроекты Однако Государственная Дума не может единолично принять какой-то законопроект Потому что дальше законопроект должен рассмотреть Совет Федерации и после этого президент А еще Дума осуществляет представительную функцию Это значит, что депутаты должны представлять наши с вами интересы Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заключительном пленарном заседании Висяней сессии, заявил, что нынешний созыв рассмотрел почти 6,5 тысяч законопроектов Из них принято около 2,5 тысяч Мы выбрали свой топ-5 законопроектов 1 июня 2021 года в силу вступил резонансный закон, предложенный Государственной Думой Который будет регулировать просветительскую деятельность Многие эксперты заявили, что этот закон ограничит свободу слова И плохо скажется на популяризации науки и независимых образовательных проектах Седьмому созыву также принадлежит целый пакет законопроектов о суверенном интернете Согласно которым, трафик в России будет перестраиваться так, чтобы все меньше данных передавалось за рубеж По мнению депутатов, такие законопроекты должны якобы обезопасить Россию На тот случай, если нашу страну отключат от интернета Правда, кто должен это сделать и зачем, пока непонятно Госдума одобрила законопроект о пенсионной реформе Из-за которой пенсионный возраст для мужчин повысится с 60 до 65 лет к 2028 году Для женщин с 55 до 63 к 2034 Пенсионная реформа стала главной причиной резкого падения рейтингов партии власти В Госдуме Седьмого созыва принадлежат законопроекты, которые сильно усложняют жизнь журналистам В 2017 году был принят закон, который ввел понятие СМИ на агента Так Минюст может признать и уже активно признает иностранным агентам любое СМИ, которое якобы получает финансирование из-за рубежа А в 2018 году Госдума внесла поправки, позволяющие признать иностранным агентам и физическое лицо На сегодня усилиями Минюста в этом списке уже 47 наших коллег Ну и лидер нашего антирейтинга 20 января 2020 года Путин внес на рассмотрение в Думу поправки Конституции Которые стали самыми существенными изменениями основного закона за всю его историю Буквально через три дня Дума приняла законопроект в первом чтении А ко второму чтению, которое состоялось 10 марта Депутаты решили внести еще и пункты о защите традиционных семейных ценностей Исторические преемственности и внезапно о Боге На том же втором чтении депутатка от «Единой России» Валентина Терешкова Внесла поправки об обнулении Путина, вернее его сроков Что позволяет ему участвовать в президентских выборах и в 2024 и в 2030 годах Третье окончательное чтение состоялось уже на следующий день Большинство депутатов проголосовали за поправки В тот же день их одобрил Совет Федерации А 14 марта Путин Помимо самих законов, вопросы вызывают и то, как они принимаются Случаи, когда какого-то депутата не было на заседании, но за него проголосовали, нередки Например, в сентябре 2020 года депутат от КПРФ Ваха Агаев проголосовал аж за 8 законопроектов Вот только проблема в том, что в тот же день Ваха Агаев лежал в больнице И в тот же день скончался от последствий коронавируса Голосовать или не голосовать на этих выборах – дело каждого Но я закончу это видео словами политолога Екатерины Шульман Вас не ждут на избирательных участках Придите и сделайте сюрприз Ваше присутствие затрудняет процесс фальсификации Если вы не распишетесь в этой амбарной книге На участке за вас весьма вероятно распишется кто-нибудь другой Субтитры создавал DimaTorzok